Так, это кто нам прислал? Таня Везелева. Танечка, ну, слушайте, замечательно. Вы, наверное, художница, да, судя по всему. Тоже, какая красивая подмалевочная территория. Какое лицо, ну, просто замечательно. Вы, наверное, напишите нам, вы кто. Вы практикующий художник, я чувствую, да? Светотень хорошо чувствуете и знаете анатомию, повороты лица, рук. Так, это я нахвалила. А теперь ошибочки маленькие. Смотрите, Танюш, немножко больше сделайте кисти рук, немножко меньше сделайте грудь, подбейте. Посмотрите по рисунку, да, подбейте. Не надо бабушку делать, да, делаем девочку молодую. Шлейки уберите. Шлейки ее приземляют. Вот знаете, вот эти, как майка. Уберите их, спрячьте их, сделайте корсет. Хорошо, иначе она, ну, дайте сейчас, продам вам рыбу. А она нет. Она вам, я хочу показать чудо. Сейчас будет явление, там, какого-то фейерверка, или туфельки прилетят, или платье бальное прилетят. Она из рода волшебниц, поэтому шлейки убираем. Оно приземляет. Лицо просто не дотрагивайтесь. Бант замечательный, волосы. Просто вот все посмотрите, как Танечка сделала лицо, румянчик, и вставила его в шею хорошо. Руки тоже замечательные. Так, юбочку. Да, можете и такую оставить. А хотите, чуть-чуть шире сделайте. Поиграйтесь немножко. Корсетик тоже, ну, надо сделать, как это, сейчас скажу, немножко с исторической составляющей. Да, одежда. То, что я вам говорила. Одежда обозначает принадлежность человека. Или это женщина-крестьянка, или это женщина-дворянка. Ну, вы поняли, да? Да. Так что, корсетик сделайте более серьезно, исторически. Так, дальше. Каплучок, пожалуйста. Или хотите такие, оставьте туфельки. Сделайте более изящные, да, туфелечки. Потому что ножки хорошие. Ну, и вообще, а подмалевок замечательный. Просто мне нравится, что он акварельный. Зонтик хотите, не давайте в руку. Пусть вот так будет она обо что-то опертая. А хотите, какой-то другой предмет поставьте ей. Допустим, не знаю. Не, не, здесь только зонтик может быть. И только сложенный зонтик. Ну, посмотрите, вы можете его и как-то и по-другому разместить. Вот. А была такая подпись, вроде бы, малокрасная, кажется. А мне нравится, когда вот такой подмалевок, когда фон акварельный. И вот такой почерк акварельности фона, он тогда хорошо контрастирует с пастозом лица. И тогда, ну, оно получается, как вам сказать, разные живописные ткани, ткани, да, дотрагивания. Они дают очень сильную, очень сильную заинтересованность зрителя. Они смотрят, купаются то в подмалевке, то в пастозе, да, то в прошкрябывании, то в каких-то ударах кисти. Знаете, там, где просто красочка остается. Надо играться с высотой красочного слоя. Молодец, Танюша, молодец. Субтитры создавал DimaTorzok